Здравствуйте! Комиксы по Рику и Морти часто показывали и показывают нам много интересного. Не просто так мы уже разобрали кучу крутых историй именно из комиксов. Сегодняшнее не исключение. Мы увидим, как тайная команда Риков из параллельных вселенных будут совершать свой план по уничтожению нашего Рика Санчеза комиксной версии, похищать его семью и много чего еще. Что же, начнем. Первым делом мы знакомимся с очередным случайным пришельцем, которому подпортил жизнь величайший ученый всех миров. Шухер Джонс. Именно так зовут бедолагу, потерявшего всю свою репутацию из-за Рика, потому он и зол на нашего дедушку. Вместе с ним в баре находились и другие враги Санчеза, коих по всей мультивселенной настолько много, что случайная встреча нескольких из них в любом общественном месте всегда является высоко вероятным событием. Джонс предлагает своим братьям по несчастью рискнуть и попытаться убить Рика, ведь каким-то образом он может выследить его местоположение и хочет напасть на него. Но никто не соглашается на это, ибо все они знают, что против нашего деда у них нет никаких шансов. Однако один таинственный незнакомец в капюшоне, услышав разговор бедолаг, вдруг обращается к Джонсу и говорит, что на самом деле он может справиться и в одиночку, если будет действовать умнее. Советует пришельцу напасть обходным путем на Рика Санчеза, а именно похитить его внука, ближайшего напарника, того, кто везде его сопровождает во всех приключениях. Кстати, о приключениях. Рик и Морти, в очередной раз вернувшись из кровавой бойни домой, ругаются. Внучок недоволен тем, что дед использует его как пушечное мясо и совсем не ценит. Например, сейчас парниша находился на грани жизни и смерти ради того, чтобы Рик просто смог отыскать лучший рецепт колы в галактике. Не сомневаюсь, это точно того стоило, однако Морти мог и умереть, а вся вина за это лежала бы на Санчезе. Потому наш дружок требует выдать ему какую-нибудь защиту, чтобы его не грыз каждый инопланетный червь, случайно попавшийся на дороге приключений. Вполне логичная просьба, кстати. Так и проблем будет меньше, и шансы на выживание внучка увеличатся в разы. Но, конечно, Рик почти никогда не выполняет просьбы своего внука просто так, без подводных камней и насмешек. Этот раз исключением не стал. Дед дает Морти пояс, генерирующий защитное поле, которое хорошо защитит мальца от урона. Грушей для битья внучок быть перестал, однако теперь он стал живым щитом для Рика, что, очевидно, ему не понравилось. Хотя звучит это довольно интересно и, может, даже смешно. Разъяренный Морти высказывает свое недовольство по этому поводу. Использует свое право на выбор следующего приключения наших друзей и требует Рика отвезти его туда, где можно найти хорошую броню, которая будет не только защищать Морти, но и давать возможность атаковать. Выбора у деда не остается, приходится соглашаться. А пока наши герои отправляются в магазин, злодей Шухер Джонс прокрадывается в гараж Рика, чтобы выкрасть коробку с миссиксами, которая пригодится ему в ближайшем будущем. Но не будем пока раскрывать все карты. Посмотрим лучше, что ученый купит своему внуку для самозащиты. Хотя, посмотрев на товар, к выбору которого пришли наши друзья, словом, самозащита, эту машину для убийства можно назвать с огромной натяжкой. Кстати, магазин этот непростой, ведь его владельцами являются Рика Морти из параллельной вселенной. Вопрос, чем же наш Санчо сможет вообще расплатиться с продавцами здесь? Ведь, думаю, почти все версии Рика не нуждаются ни в одной из валют, существующих в галактике. Но оказалось, что есть то, в чем они все-таки нуждаются. Наш Рик расплачивается самым ценным, что у него есть. Частичкой своих воспоминаний о семье. Фотографии, сделанные на первый день рождения любимого внука. В глубине души каждый Рик на самом деле по-настоящему любит свою семью, но скрывает это под маской нигилизма. Что мы и видим на данной странице комикса. В общем, наши друзья забирают костюм для Морти и отправляются в приключения, где внучок настолько легко всех разваливает, что деду постепенно становится скучно, ибо он перестал принимать какое-либо участие в битвах. Броня парнишки настолько сильная, что вмешательство Рика даже не требуется. О данной проблеме ученый сообщает своему внуку, в связи с чем Морти решает отказаться от своего бронекостюма, ведь из-за него приключения друзей стали пресными и неинтересными. За это Рик засмеял пацана, назвав его очень глупым, потому что тот, получив величайшее оружие в галактике, не найдя ему более умное применение, просто отказался от него. Опять заходит речь о том, что Морти тупой, но в этот раз Малец придумывает, как все-таки стать умнее. Он отправляется в измерения, где растут мегасемена, в разы повышающие интеллект любого, кто их использует. Однако Морти не успевает совершить задуманное, ибо его похищает Шухер Джонс. В то же время нам показывают виновников этого похищения, а именно Тайный Совет Риков, прозвавших себя Иллюми Рики. Они занимаются уничтожением своих версий из других реальностей, которые каким-либо образом им не понравились или представляют определенную угрозу обществу. Ну, а наш ученый мало того, что не нравится им, так еще и доброй половине мультивселенной, потому неудивителен их особый интерес к нему. Хотя, в общем-то, эти члены организации ничем не отличаются от типичных Риков. Такие же заносчивые, самовлюбленные и любят издеваться над, по их мнению, глупыми. Например, над Фуфел Риками, которые, кстати, еще сыграют свою роль в этой истории, но чуть попозже. В общем, первая часть их зловещего плана по уничтожению нашего Рика завершена. Морти похищен, а значит, его дед будет заниматься поисками своего мальца. Путешествуя по измерениям в надежде найти внука, ученый обнаруживает шляпу Шухера Джонса около деревьев с мегасеменами, которую тот, скорее всего, специально обронил, зная, что Рик ее найдет и побежит вслед за злодеем. Так дед, собственно, и сделал. Взяв с собой Джерри, он отправляется во вселенную, где Шухеру Джонсу было бы проще всего затеряться среди толпы, ведь эта самая толпа буквально состоит из членов семьи Смитов и других персонажей Рика и Морти. Да, это одна из тех реальностей, схожих с нашей. Здесь наши друзья являются героями комиксов и мультсериала, а находимся мы сейчас на фестивале в честь Рика и Морти. В общем, пока дед ищет иглу в стоге сена, здесь мы можем заметить интересное камео создателей нашего любимого мультсериала, ну и, конечно, сценаристов комиксов. Побродив по фесту, ученый все-таки обнаруживает похитителя. Происходит потасовка, в ходе которой случайно погибают авторы сериала. Спасибо сценаристам комикса. А после начинается погоня. Джонсу удается сбежать через портал, но женская версия Рика из этого измерения вовремя сумела задержать его закрытие. Потому наши герои прыгают в портал вслед за злодеем. Наш дед понимает, что все это время Шухер Джонс просто водил его за нос, ведя в очевидную ловушку. Потому, увидев перед собой корабль похитителя, где, скорее всего, сейчас находится заточенный Морти, он не торопится туда врываться. Зовет подмогу в виде элитного отряда под аутентичным названием Яйца Щупы и старого доброго друга Ягуара, который бился бок о бок с Риком в серии про огурчик. Такой командой влетают друзья в корабль Джонса, раскидывают всех направо и налево, пока не встречаются с настоящей угрозой, а именно с кучей миссиксов, которым было велено убить Рика Санчеза. Как мы знаем, эти бедолаги не успокоятся, пока не выполнят задание, выданное им, и убить их тоже не получится. Но, пользуясь тем, что все в нашем мире относительно, а также своей смекалкой, Рик догадывается, как заставить миссиксов выполнить свою задачу, но при этом остаться в живых самому. Он просто создает клонов, которых разрывают на части миссиксы, и формально убивают они именно Рика Санчеза, пусть и не настоящего, потому могут покинуть этот бренный мир. Ну а с последним оставшимся мистером, дед играет в приставку, где специально проигрывает, произнеся, «Вот блин, ты меня убил», тем самым отправляя миссикса на покой. В общем, со всеми преградами на пути к главному злодею наши герои разобрались. Теперь остается дело за малым. Друзья входят в покои Джонса и видят его обезглавленное тело, с рядом сидящими Саммер и Бет, которые, как все уже поняли, как раз и обезглавили похитителя, не дождавшись подмоги. Ну да ладно, не важно, кто прикончил злодея, яйца щупы вместе с Санчезом это бы сделали так же легко, как и эти две женщины. Главное сейчас это найти Морти и забрать домой. А сидит малец, кстати, сейчас перед экраном телевизора, целый и невредимый. Ну все, подумали наши герои, квест завершен, все тут же разъезжаются по домам. А в это же время компания Илюми Риков наведывается в тот же магазин всякого, в котором Рик и Морти недавно покупали бронекостюм. Пришли недоброжелатели сюда, чтобы приобрести бомбу, способную уничтожить целую вселенную ради понятных всем нам целей. А еще берут они генератор антипортального поля, чтобы никто не смог с помощью своей портальной пушки сбежать от смертельной участи. Расплачиваются они, конечно, традиционно самым ценным, что у них есть, открыткой от Морти, подаренной Рику на 60-летие. Ну, они тут же и уходят. Перемещаемся обратно в дом Смитов. Дед спас внука и рад этому. К тому же Морти вполне неплохо провел время, находясь в заточении. Ведь он просто тихо сидел, смотря телевизор, ожидая спасения. Однако, оказывается, что на самом деле все это время внучок не просто так пялился в телек. При помощи видео, которое он смотрел, Джонс загибнотизировал Морти, чтобы тот убил своего дедушку. Этим он сейчас и будет заниматься, надев свой суперсильный костюм. В ходе битвы, Рик, используя имеющиеся у него рычаги давления на разум Морти, сумел достучаться до внучка и развеять гипноз. Однако внучок все равно продолжил желать смерти ученого, только теперь абсолютно осознанно. Пацану не нравится то, как дед относится к нему, как постоянно насмехается над ним и подвергает угрозе. Даже сейчас, в разгар сражения, Рик изначально вообще просто решил заточить его в лаве, сбросив туда через портал. Если бы не мама мальчика, находившаяся в этот момент в комнате и не уговорившая его спасти своего сына, он бы в итоге все равно выбрался оттуда сам, ведь в костюм Морти была встроена портальная пушка. Но если бы она встроена не была, то Малец просто погиб бы. В общем, дед и внук опять ссорятся, дерутся. В то время Бетт старается объяснить им, как важны семейные узы и как она страдает в подобные моменты кризиса взаимоотношений. Наши герои не обязаны любить друг друга, но ради семьи, ради того, чтобы не причинять близким людям боль, нужно уметь всегда найти компромисс. Хорошая мысль. Однако во время всей этой суматохи Люми Рики наконец сбрасывают на Смитов ту самую вселенскую бомбу, которая уничтожит здесь абсолютно все уже через пару часов. Благо, антипортальное поле имеет пятисекундную задержку, потому Рик хватает Морти и тут же прыгает в портал. Может показаться, что он просто решил сбежать из этой вселенной, оставив свою семью умирать. Это, кстати, он вполне мог сделать, но не будем о плохой части нашего Рика. Поговорим лучше о плохих Риках. Именно к ним Санчес и заваливается, зная, что это они сбросили бомбу в его гараж. Оказывается, что на самом деле Рик и есть создатель Люми Риков. Он знал о своей прекрасной способности притягивать к себе недоброжелателей, потому создал их сам заранее, чтобы, во-первых, чужими руками убивать всех опасных Риков, которые когда-то могли бы стать угрозой, а во-вторых, знать о каждом шаге злодеев наперед. Не очень понятно, почему тогда буквально весь комикс Рик то и дело натыкался на ловушки, о которых должен был вроде как знать, но сочтемся на том, что делал он это ради детского интереса и любопытства. Все-таки наш дед не любит легких побед, это мы уже поняли во время приключений с вооруженным Морти. В общем, Рик тут же убивает почти всех членов тайной организации при помощи значков на их плащах, однако один из Илюми Риков оказался не так прост, ибо знал о смертельном устройстве в значках и деактивировал в своем. Его-то Рик и допрашивает с целью узнать, как обезвредить вселенскую бомбу, находящуюся сейчас в его гараже. Но кроме неоднозначной загадки «отключить бомбу может только сердце Рика», бедолага нам ничего не рассказывает. Убиваем любителя загадок, отпускаем фуфел Риков на свободу и идем обратно домой, чтобы всеми способами постараться ликвидировать угрозу для всей вселенной. Ведь наш дед же крут и умен. Разве он не сумеет обезвредить какую-то там смертоносную бомбу? Что-то подобное было в мыслях Санчеза, когда он вернулся домой, зная, что в случае неудачи умрет вместе со всей своей семьей. Первым делом Рик рассказывает Смитам о том, что конец света может наступить уже буквально через два часа, и советует им сделать что-то, чего они давно хотели в своей жизни. Саммер идет уничтожать своих давних обидчиков, которые каким-либо образом когда-то подпортили ей жизнь. Бет бежит спасать как можно больше лошадей, ведь она ветеринар, который всегда хотел быть полезным этому миру. Ну а Джерри идет вслед за ней, ибо кроме как жены и детей, у него ничего не было в жизни и ничего не осталось. Но это все не важно. Важно сейчас придумать, как отменить конец света, встречать который уже готовятся все наши герои. Морти догадывается, что сердце Рика это не буквально его внутренний орган, а то, что исходит из него. Любовь. Сильное и свойственное далеко не всем Риком чувство. Но дед рассказывает, что на самом деле он всегда имел способность привязываться и в глубине души любит свою семью. Любит Морти, ощущает, будто все существа во вселенной часть его семьи. А значит, было бы это решением загадки, бомба уже давно бы отключилась. Также он признается, что за маской самовлюбленности и высокомерия прячет желание нравиться людям. Что даже несмотря на свое желание забить на всех, на самом деле не может перестать любить близких ему людей. Еще он обращается к Морти, произносит очень важные слова и... это все равно не срабатывает. Бомба взрывается, уничтожает целую вселенную и наших героев. Да, не такого поворота мы ждали, но в глубине души все понимали, что Рик и Морти далеко не про оправдание чужих ожиданий. А создателям комикса точно не стоит ничего в один миг взять и убить главных героев. Да еще и руками глуповатых с виду, но очень умных на деле Фуфел и Риков, которые все это время являлись настоящими илюмериками, втайне взяв контроль над организацией много лет назад. Но эта история еще не закончена, ведь на очереди у Фуфелов в списке потенциальных жертв находится наш Рик из мультсериала. Тот, что смог уничтожить Совет Риков и Галактическую Федерацию, а однажды даже убьет Прайм Рика. С-137 самый реканутый Рик из всех Риков. Хотя, наверное, это будет уже другая история, если она вообще воплотится когда-нибудь. Потому пока предлагаю обсудить загробную жизнь тех героев, что сегодня померли от вселенской бомбы. Попадут они, кстати, в ад. Настоящий. С пытками, демонами и так далее. Обсудим эту историю в одном из следующих или уже в следующем в зависимости от активности на этом видеоролике. А вы подписывайтесь на Телеграм, где мы обсуждаем многие темы, зачастую даже отвлеченные от ютубовских. Слушайте мои песни под никнеймом Недорос, переходите на Бусти. Ну и, конечно, обязательно встречу вас в комментариях, но лишь после подписки на канал. Субтитры сделал DimaTorzok